Ну понятно, что и люди с ограниченными возможностями делятся на две категории, я бы так сказал. Люди, которые действительно с ограниченными возможностями, и люди, которые придуриваются совершенно не с ограниченными возможностями. Я знаю очень много трудяк, людей, которые пашут с утра до вечера, у них огромные проблемы со здоровьем, они не обращают на это внимания, буквально сгорают, как на костре. А если такая категория людей чуть-чуть защемила, пойду получу инвалидность. И поверьте мне, в России, к сожалению, это практикуется. Вот в Америке, если у них более развитая система, если вы придурились, и это обнаруживает государство, с вас взымается все, что на вас потрачено, все вот эти льготы, все-все-все от вас снимается, и все. Вы здоровый человек. А у нас же этого нет. И я уверен, что количество инвалидов не такая цифра на самом деле, какая озвучивается. Очень много людей придуряется, к сожалению. Что касается тех, кто действительно нуждается в помощи и не доходит до кого деньги. Ну, я говорю, вот эти люди, которые воруют деньги, не доходят на них. Я вот верю в Божий суд. Я уверен, что рано или поздно за все... Вот ты украл эти деньги, вот эту энергию, которую мир должен был передать вот этим людям в виде денег, а потом тебе очень дадут во голове за это. Мне кажется, не в этой жизни, в следующей, или, я не знаю, твои потомки. Ну, во всяком случае, что-то произойдет. Так просто не может быть. Ты лишил возможности человека и так с ограниченной возможностью чего-то. Я не знаю, это ничего святого в людях нет, на мой взгляд. Продолжение следует...